Решили помочь чем можем, но теперь нас уже не остановить. Забайкальцы продолжают собирать и отправлять гуманитарные грузы на Украину. Обман на том конце провода. На этот раз мошенники прикидываются сотовыми операторами и грозятся отключить абонента от сети. Захлебываясь в нечистотах, большая стихийная свалка образовалась на месте мусорной площадки в поселке Наклонный. Выясняем, откуда ноги растут и кто должен убрать все это ароматное великолепие. Эти и другие темы раскроем более подробно прямо сейчас. Вы смотрите новости на канале РТК Забайкалье в студии Дарья Пьянникова. Здравствуйте. Когда простое желание помочь становится настоящим движением, с апреля нынешнего года сообщество аптек с Байкальского края совместно со школой интеллектуального и физического развития детская научная коллаборация отправили участникам спецоперации уже несколько посылок. О неравнодушии простых людей в нашем следующем материале. Начиналось все с малого. Весной этого года группа добровольцев открыла сбор средств для участников спецоперации. Организаторы планировали локально собрать около 20 тысяч рублей. Никто и предположить не мог, что все это перерастет в такую масштабную акцию. К нам начали уже выходить люди с районов. Сказали, ребят, у нас собран груз и мы не знаем с кем его отправить. Вот мы насобирали там оловянные ребята, пчелка из Карымской. Они спекли такие интересные имбирные печенюшки, написали письма ребятам. И мы поняли, что мы взяли на себя такую ответственность, которую мы не можем на кого-то переложить. Доставлять медикаменты, экипировку и небольшие подарки бойцам на передовую помогали добровольцы из Белогородской области. Одним из первых, кто нам помог, откликнулся на нашу просьбу, это был Бордолев Александр Витальевич. Уже поздно вечером он позвонил и сказал, что дал контакты, дал контакты замгубернатора Белгородской области для того, чтобы мы могли с ними связаться и уже конкретно нашу посылку, чтобы забрали и доставили до наших ребят. Сегодня участники забайкальской акции «За жизнь» оказывают помощь адресно. На собранные деньги по запросу бойцов покупаются предметы первой необходимости. Помогают и тем, кто уже вернулся в Забайкалье. Лекарственные средства были закуплены для Николая Кравченко, который в ходе спецоперации получил минно-взрывное ранение, был контужен и сейчас проходит реабилитацию. Большое спасибо хочу сказать этой компании за помощь, оказанную мне после спецоперации на Украине после тяжелого ранения. Вам большое спасибо. Иду на восстановление. Также в планах организаторов начать с нового учебного года заниматься патриотическим воспитанием детей на базе детской научной коллаборации. Напоминают, присоединиться к доброму делу может каждый и в любом возрасте. Ведь наши ребята, ежедневно рискуя своей жизнью, очень ждут помощи и поддержки от своих земляков. Екатерина Пешкова, Сергей Миртов, РТК «За Байкалье». По информации портала Забниус, более 200 горняков, работающих на Дарасумском руднике, попали под сокращение. Когда ситуация получила резонанс, управление компанией «Хайланд Голд» сообщило о том, что сокращение является вынужденным. Более того, оно осуществляется в рамках закона. Тем, кого принудительно уволили, предложили на выбор альтернативную работу на других шахтах или денежную компенсацию. Тем не менее, на такое крупное сокращение обратила внимание прокуратура. В ходе проверки мы изучим документацию, получим объяснение, выясним обстоятельства предстоящего массового сокращения работников. В случае, если будут выявлены какие-то нарушения, прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на их устранение и защиту, и восстановление прав граждан. Новая форма мошенничества набирает обороты в Забайкалье. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками сотовой компании, и сообщают, что абонент будет отключен от услуг мобильного оператора, либо, что его тариф перестанет действовать в самое ближайшее время. Для того, чтобы это не произошло, мошенник просит жертву, а чаще всего это люди пенсионного возраста, набрать на телефоне определенную комбинацию цифр. Ну а дальше по уже всем известному печальному сценарию. Если вы согласитесь и введете те цифры, которые вам будут продиктованы, тем самым вы добровольно настроите свой телефон на пересылку смс-сообщений, который поступает на ваш номер, на номер злоумышленника. Тем самым злоумышленник получит полный доступ к вашим смс-сообщениям, поступающим от кредитной организации. А следовательно, он может списать денежные средства с вашего банковского счета. Забайкальцем, столкнувшимся с такими действиями телефонных мошенников, сотрудники банка советуют немедленно прервать разговор и перезвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, указанному только на официальном сайте. Борьба за экологию продолжается в рамках проекта «Чистый воздух». Жилые дома и социальные объекты в районе Сибо переводят на централизованное отопление. Такая практика позволит избавиться как минимум от трех котельных. Чистый воздух в столице края пока что входит в категорию фантастики. Однако решение этой проблемы слишком долго стояло на паузе. В прошлом году из федерального бюджета в Читу было выделено больше 1 миллиарда рублей, чтобы улучшить ситуацию с выбросом опасных тяжелых веществ. Первым делом решено закрыть котельные и перевести некоторые районы города на централизованное отопление. Предусмотрено будет размещение индивидуальных тепловых пунктов в подвальных помещениях многоэтажных домов. Тем самым будет бесперебойная подача тепловой энергии, горячей воды. На теплоцентраль переведут 9 многоквартирных домов по улице Кайдаловская, а вместе с ними школу фигурного катания с новым детским садом в том же районе. Сейчас работа производится в графике. У нас выполняются работы по улице Горького. Это строительство новых тепловых камер на перекрестке Угданское-Горького и Подгорбунского-Горького. Работы должны закончить в конце ноября этого года. В планах опередить график и в августе положить все трубы, после чего укомплектовать подвальные помещения жилых домов. Четинцы с нетерпением ждут инноваций, ведь всю свою сознательную жизнь они были вынуждены дышать отходами кочегарки. Сто процентов положительно. Почему? Во-первых, плата за отопление будет намного меньше. И самое главное, так как мы первый дом от котельной, не будет грязи, дыма, выхлопных вот этих, которые выкидывает это котельное. То есть люди-то все равно все за. Экологически более-менее чистый будет, а то как ходим, пепель в голове сыпется, агар от угля и все прочее. У них никогда фильтрация не работает, никому не интересуется руководство вообще, но только сидят в кабинетах. Также в этом году планируют закрыть котельные на Шилово и Верхоленской. Там будут располагаться центральные тепловые пункты. Однако не стоит забывать, что основная часть дыма от горючих отходов попадает в окружающую среду именно от частного сектора. Для решения вопроса перехода на иные источники отопления уже этой зимой, пока вновь черным ядовитым облаком повисло в воздухе. Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, Сергей Миртов, РТК «За Байкалье». О чистом воздухе пока только мечтают жители поселка Наклонный. И речь уже не о котельных. Самая большая стихийная свалка образовалась на месте обычной мусорной площадки. Люди страдают из-за неприятного запаха, а региональный оператор вновь снимает с себя ответственность. О том, кто виноват в этой ситуации, разбиралась Екатерина Бакшеева. Стая собак, грязные лужи, непроходимые дороги и, конечно, свалки с запахом преющих на солнце нечистот. Со всем этим набором жители поселка Наклонный Черновского района Читы живут уже несколько лет. Чтобы мусор не захватил все пространство вокруг, местным жителям приходится разгребать кучи буквально своими руками. И в этой схватке они уже начали терпеть поражение и терять всякую надежду. Ну, они вот только в ящик загрузят и все. А свалка, вот эти мешки, они как-то валяются. Собаки залазят в контейнеры, вытаскивают. Тут вот одна свалка, здесь еще одна свалка есть. Вот тут за забором, там и ребятишки гуляют, и все. Получается, по той же стороне больше ходим. Там и в магазин ходим. Там и ребятишки гуляют, и здесь ребятишки гуляют. И вот это вот, мы все это дышим. Дети со щенками и котятами возятся здесь же. Никаких специализированных площадок не предусмотрено. Как стемнеет, жители Наклонного стараются вовсе не выходить из дома. Помимо грязных луж, которые здесь на каждом шагу, опасаются бродячих собак. Только в одном переулке наша съемочная команда насчитала шесть агрессивных дворняк. Кто-то обращался к соседям, и валероны везде. Никого, ничего не надо. Оно только везде. Вот там дальше, где станция, там так же люди ругаются. Безполезно. Здесь тоже собаки все растаскивают. Да, тоже собаки вылазят и все растаскивают. Никто не убирает. Мусорный клубок с каждым днем становится все больше. Рядом с домами в частном секторе нет своих контейнеров, поэтому все отходы приносят сюда же. Что с этим делать, и кто разорвет эти порочные нити, связывающие тех, кто продолжает сбрасывать отходы, и тех, кто открещивается от их уборки, жители не знают. Региональный оператор на все вопросы и жалобы просто разводит руками. Заявляют, что это не их зона ответственности. Просто я вот вижу машину, я говорю, вот тут. Под машину подъехал, посмотрели, заглянули, уехали. Я подошел, полбака мусора, они не так и оставляют. А вот это вот просто, они говорят, они мы должны убирать. А кто, мы не знаем, кто должен убирать. Раньше убирала управляющая компания, а теперь. По словам сотрудников «Алерон», ответственность за уборку мусорной площадки несут в этом случае органы местного самоуправления. Они же занимаются только вывозом твердых коммунальных отходов, причем три раза в неделю. Вы можете вообще сказать, кто за вывоз вот этого мусора, который вне контейнера находится, ответственен? Это должен делать «Алерон», это делают органы местного самоуправления. Вывоз «Алерон» осуществляет там строго по графику, с периодичностью три раза в неделю. То есть это вторник, четверг и суббота. Но там еще присутствует крупногабаритный мусор. Крупногабаритный мусор, он вывозится в течение семи дней. Екатерина Бакшеева, Антон Носов, РТК Забайкалье. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите во второй части нашего выпуска. Сами без жилета еще и детей тащат в лодку, по данным МЧС. Чаще всего забайкальцы гибнут на воде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также игнорируя необходимые спа-средства. Квадратные улицы и такие же бордюры. Четенцы довольны ремонтом дворов, но то и дело указывают подрядчикам на недочеты. Тотемная лебедь и коралловый цветок. Вот уже больше года своего часа в мастерской Жигжита Байсхаланова дожидаются медалей, кубки и памятные призы предстоящего фестиваля «Алтаргана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот так и живем. С любовью к Забайкальскому краю. Продолжаем наш выпуск. Лето в Забайкалье в самом разгаре ежедневно сотни людей отправляются на реки и озера не только, чтобы загореть или искупаться, но и порыбачить, в том числе с лодок и на приличной глубине. В избежание трагедии государственные инспекторы по маломерным судам проводят усиленное патрулирование водоемов. По данным МЧС, чаще всего забайкальцы гибнут на воде, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Большинство рыбаков, если и игнорируют жилеты, то хотя бы имеют их на борту. Тем не менее, закон один для всех и обязывает именно ношение спас средств. Какой толк от жилета, если лодку в одну секунду может перевернуть? Вы жилетик одевайте на себя, потому что, согласно последнего приказа, на ком не одетый жилет, может подвергнуться к страху. Далеко не отплывайте. Вот эта лодочка резиновая, она 300 метров, не более. Там в паспорте написано. Не все реагируют на замечания адекватно. Для тех, кто попустительски относится не только к собственной безопасности, но и садит в лодку без жилета детей и подростков, инспекторам ГИМС приходится учить рублем. Если ты находишься без жилета, нечаянно, например, спиннингуешь, спиннингом работаешь, можно блесной порвать борт лодки и лодка спустится. А если нет жилета, то на расстоянии 200-300 метров от берега, и если ветер дует со стороны берега, это 100% человек погибнет. 14 июля инспекторы ГИМС предотвратили реальную трагедию на озере Арахлей. Троих мужчин и ребенка на надувном матрасе порывом ветра унесло на середину водоема. Терпящих бедствия забайкальцев увидели и вовремя подобрали патрулировшие акваторию сотрудники ГИМС. Лето короткое, но самый продуктивный аппарат для благоустройства. В ходе еженедельной планерки в администрации ЧТ обсудили проблемы, связанные со строительством двух новых парков и скейт-площадки. О том, в какой стадии находятся эти объекты сегодня, расскажет Екатерина Пешкова. На утренней планерке в городской администрации обсуждались разноплановые вопросы. От активной подготовки к отопительному сезону до скоса травы. Отдельно были затронуты проблемы, касающиеся строительства и благоустройства парковых зон. По паркам Гагаринский литонирование подпорных стен практически закончено. Хотим обратить внимание на геометрию подпорных стен. Сейчас, как работу у нас производит подрядчик, мы в таком виде не примем. То есть на штукатуривание будет необходимо и покраска подпорных стен. Монтаж плитки тротуарной также проводится. Были некоторые замечания тоже по геометрии, по укладке. Поэтому мы выезжаем, контролируем и работу, конечно, оцениваем. Большой объем работ необходимо выполнить в парке «Солнечный». Здесь подрядчику предстоит благоустроить около 26 тысяч квадратных метров. Но пока из-за погодных условий в графике есть задержки. А вот строительство скейт-площадки возле бассейна «Дельфин» близится к завершению. «Скейт-парк, оборудование у нас уже поступило на месте. То есть тоже нужно завершать эту работу. Потому что если основание готово, нужно смонтировать, открыть, чтобы ребята уже пользовались». Екатерина Пешкова, Антон Носов, РТК «За Байкали». И еще на городские темы ремонт начали, да не так, как хотелось бы при проектировании ремонта дорог. В частности, монтажа бордюров была допущена ошибка. Чем недовольны местные жители и как на эти замечания реагируют городские власти, расскажут мои коллеги. Неделю назад в нашу редакцию поступила жалоба от жителя дома по адресу Шилова, 14. Мужчина пояснил, долгожданный ремонт начался, вот только некоторые нюансы не были учтены. Изначально бордюры хотели уложить так, что они только бы затруднили выезд со двора. «А выезд налево тоже сейчас будет ограничен и видимость, и угол поворота получается. Если кто-то водитель и соображает, что такое угол поворота, это мне надо будет на полкорпуса машину выехать на встречку, а потом только завершить поворот». Сергей заметил, что большому транспорту, например, муцаровозом «Аллерона» во двор заезжать еще сложнее. Машина буквально скачет по бордюрам. А теперь и на обычной легковушке попасть во двор будет нелегко. «Вот эта пика, она там не нужна, зачем? Когда можно было сократить и более-менее расширить, а не как делается. У нас все по-русски делается. Раньше привыкли все из-под топора делать, все с углами, топорно как-то сделали, да и хорошо. Как «Жигули» делали квадратные, так и улицы делают квадратные». Справедливости ради нужно отметить, ремонт которого так долго ждали всем двором, несмотря на бордюры, обрадовал и пешеходов, и водителей. «Да, конечно, вся улица довольна. Тут раньше это было вообще убийство. До первого дождя здесь машины тонули в лужах. Здесь тоже было невозможно осветить в ямах. Но раз придет реконструкция, значит, надо как-то ее по-человечески, по-умному делать, с учетом каких-то пожеланий». И ведь сделали по-человечески. Спустя неделю мы вернулись на адрес и проверили. Подрядчик ООО «Стройком» устранил все недочеты и учел пожелания жильцов. Теперь вот этот бордюр не помешает ни людям, ни спецслужбам. «Всем подрядчикам нужно обратить внимание, когда вы начинаете замену бордюрного камня, замыкаете определенные пространства. То есть эти технические моменты нужно мастерам сразу предугадывать, может быть, оставлять какие-то зазоры. Просто у вас же люди-то все профессионалы, и, соответственно, нужно сразу предугадывать эти истории». Анастасия Сизикова, Анатолий Тюльнев, РТК, Забайкалье. Вот уже больше года своего часа в мастерской нашего известного земляка, скульптора, ювелира, оружейника Жигжита Боисхаланова дожидаются медали, кубки и памятные призы Международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Какой тайный посыл вложил в каждую работу мастер и как рождались шедевры, расскажем прямо сейчас. Мастерская студия известного ювелира, оружейника, уроженца Агинских степей Жигжита Боисхаланова занималась производством основных наград фестиваля. Сегодня член Союза художников России живет в Санкт-Петербурге. Каждая его работа, будь то авторский нож или бронзовая скульптура, начинается как книга, с замысла. С особым трепетом команда Жигжита подошла и к изготовлению памятных наград фестиваля. Для нашей команды и для меня лично большая честь изготовить специальные призы, медали, кубки Гран-при для нашего бурятского фестиваля Альтаргана. От эскиза до воплощения по задумке автора медаль решено было сделать в виде традиционной бурятской амулетницы – гу. Круглая, прямоугольная, квадратная или полуовальная форма значения не имеет, главное то, что скрывается внутри. Чаще всего подобная амулетница использовалась для хранения текста молитв, семейных реликвий или маленького образа Будды. В варианте Жигжита внутри каждой медали с секретом будет распускаться главный символ фестиваля – цветок алтарганы. В качестве сердцевины мастер использовал яркий шлифованный коралл. Моя идея была сделать сложную составную медаль, необычную, потому что амулетница, она имеет внутри полость для хранения реликвий. И эту систему сделать, оказывается, было не очень просто. Но мы собрались, обдумали, нашли выход, как это все можно заклепать, использовать образ бурятских ревелирных изделий. Лебедь – особо почитаемое тотемное животное хоринских бурят-монгол поселится на кубке 14-го международного фестиваля. Мы рады представить наш первый кубок. Кубок у нас показывает главный символ фестиваля алтаргана – это лебедь. Красивая работа получилась, очень увесистая. Я знаю, что будет нелегко, потому что у нас очень много сильных спортсменов и талантливых артистов. Все они соберутся на Агинской земле для того, чтобы вновь продемонстрировать свои лучшие достижения в искусстве, литературе, спорте. Все для того, чтобы не только сохранить, но и кратно приумножить вековые традиции своих предков. Дарья Пьяникова при содействии оргкомитета 14-го международного фестиваля алтаргана. И к этому часу это все новости на сегодня. Есть тема или проблема – звоните нам по телефону редакции 914-120-18-13 или пишите в мессенджеры, в вайбер или ватсап, также по этому номеру. Ждем ваших сообщений в социальных сетях и на нашу электронную почту прессобака.зртк.ру Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова